SCP-1586. Зародышевая сингулярность. Класс объекта Euclid. Особые слои содержания. SCP-1586 размещена в стандартной камере в зоне содержания гуманоидов 0.6-3. SCP-1586 следует держать на высококалорийной диете и постоянно контролировать с помощью биометрических датчиков. О любой болезни, расстройстве или несоответствиях в биометрических показаниях следует незамедлительно сообщать в зону 19 сразу, а любые медицинские процедуры, проведенные в которых ведет к риску выкидыша, должны быть одобрены как директором зоны, так и помощником директора зоны. Пока не разработаны окончательные условия содержания, весь маловажный персонал зоны подлежит эвакуации в случае начала выкидыша или родов у SCP-1586-1. Описание. SCP-1586-1 представляет собой женщину смешанного европейского происхождения. 17 лет на момент постановки на содержание SCP-1586-1 физиологически нормально во всех отношениях, за исключением небольшого истощения вследствие недоедания, вызванного эффектами SCP-1586-2, что лишь частично удалось смягчить путем предоставления высококалорийной пищи. На момент последнего обновления SCP-1586-1 находилась на содержании фонда в течение последних пяти лет, в течение которых проявила большую склонность к сотрудничеству с сотрудниками организации и, следовательно, не представляет значительной угрозы безопасности. SCP-1586-2 является аномальным объектом или сущностью, расположенным в центре матки SCP-1586-1 и выглядящим как почти идеальное черное тело в форме 12-недельного зародыша человека. Объект чрезвычайно линзирует электромагнитные поля, что указывает на гравитационную сингулярность и постоянно поглощает питательные вещества и жидкости через слизистую оболочку матки SCP-1586-1. Измерение свойств объекта показало его расчетную массу, равную приблизительно 1,69 умноженной на 10 в 25 степени килограмм. В настоящее время неизвестно, как и почему эти эффекты ограничены внутри матки SCP-1586-1 и почему на SCP-1586-1 оказывается только минимальное влияние. SCP-1586 оказалась в центре внимания фонда по 2008 году после посещения SCP-1586-1 больницы с жалобами на боли в животе после травмы, полученной во время спортивных соревнований. Аномалия была обнаружена во время обычной рентгеновской компьютерной томографии и внедренной в персонал больницы агенты уведомили ближайший наблюдательный пост организации. На место прибыла группа постановки на содержание. Всем гражданским свидетелям введены амнезиаки. Родителям SCP-1586 представлена легенда. SCP-1586-1 утверждает, что никогда не имела полового акта. Медицинское обследование не смогло подтвердить это утверждение. Приложение 1586-01. Отчет об инциденте. 2008 год. SCP-1586-1 почувствовала сильное недомогание в результате случайного взаимодействия с обслуживающим ее сотрудником фонда инфицированным вирусом гриппа, а еще не проявившим симптомов на следующей неделе в зоне содержания гуманоидов 0,6-3 были зафиксированы множественные поломки гравиметрических и радиометрических датчиков, а также скачкообразные колебания напряжения по времени соответствующим самыми серьезными периодами болезни SCP-1586-1. Предполагается, что SCP-1586-1 каким-то образом сдерживает эффекты SCP-1586-2, что было нарушено во время ее болезни. Последующая проверка показала увеличение массы SCP-1586-2 на 1,3%, что служит подтверждением этой теории. Научные службы полагают, что если SCP-1586-2 будет отделен от SCP-1586-1 путем родов, выкидыша или хирургического удаления, то его эффекты гравитационной сингулярности проявятся в полной мере. До тех пор, пока мы можем найти окончательное решение этой проблемы, Я рекомендую поддерживать SCP-1586-1 в здоровом и комфортном состоянии, насколько это возможно. Доктор Засекречна. Старший наблюдатель. Приложение 1586-2. Примечание администрации. 2009 год. Запрос удовлетворен. Делайте то, что считаете нужным. О5-Засекречна. Приложение 1586-3. Примечание наблюдателя. 2009 год. Предоставление высококалорийной диеты и дополнительной медицинской помощи привело к улучшению состояния SCP-1586-1, но в то же время и к небольшому увеличению скорости набора массы SCP-1586-2. Хотя он растет не так быстро, как настоящий человеческий зародыш. Последний снимок указывает на то, что форма и размер SCP-1586-2 теперь соответствуют 16-недельному плоду. Мы также обнаружили тонкие изменения в его силуэте и локальные показания, которые могут оказать, означать, что он начинает двигаться. Мы понятия не имеем, откуда он берет дополнительную массу, но такими темпами через 5 лет он станет доношенным. Также не исключена возможность преждевременных родов. Что еще хуже, SCP-1586-1 начинает проявлять признаки психической неустойчивости. Ее психическое состояние меняется от периодов крайней депрессии до периодов, когда она считает, что беременна от какого-либо божества. А нестабильный носитель нужен нам меньше всего. Слишком многого мы не знаем об этой аномалии, и возможные последствия масштабного происшествия также совершенно неизвестны. Запрашиваю дальнейшие исследования и предоставление медицинских средств для команды изучения SCP-1586. Доктор, засекречено? Доктор, засекречено?